Расследование обстоятельств обрушения на детей бетонной плиты в недостроенном доме в Могилеве продолжается. Трагедия произошла 1 ноября, а днями уголовное дело в связи со смертью в больнице второго мальчика переквалифицировали как причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Еще одно уголовное дело открыто по статье «Служебная халатность в отношении должностных лиц Могилевского горосполкома». Сейчас идут проверки брошенных и недостроенных зданий. Подробности расскажет Наталья Ильинич. Каждое строение, которое представляет опасность, прокуроры вносят в список. Они составляют свою базу ветких и брошенных зданий, фотографируют, составляют акты, чтобы потом спросить с местных властей. Вы знаете, что сейчас проводим проверку по объектам, которые находятся в аварийном состоянии. Эти тоже объекты находятся на вашей территории, на вашей семье. Вы так бы скажите, они кому-то принадлежат? Жителям они принадлежат? Жители пользуются непосредственно. На балансе у вас находятся? Бараки на улице Вавилова как пережиток прошлого. Они принадлежат жильцам дома довоенной постройки, где раньше было печное отопление. Бараки люди использовали для хранения дров и брикета. Теперь, когда квартиры подключили к центральному отоплению, нужды в них нет. С годами эти строения обветшали и стали опасны. А после трагедии с детьми, которая произошла в Могилеве, местные жители написали жалобу в прокуратуру. Просит разобраться и навести порядок. Если будут ввели нарушения, то будут приняты соответствующие, вынесены соответствующие акты прокурорского назора и виновные лица будут привлечены к ответственности. В последнее время жители области стали активнее. Звонят и сообщают о нарушениях. Вот и на этот дом, который сейчас ремонтируют строители, обратили внимание соседи. Стройка идет, а забора нет. Строительный объект огражден сигнальной лентой. Это достаточно? Нет. Забор нужен, конечно. Мы видим рядом возле строительного объекта находится детский садик. Пока прокуроры проводят проверки зданий, следователи ведут допросы и назначают экспертизы. Уголовное дело по факту гибели детей на брошенной стройке расследует группа, созданная из лучших специалистов области. В качестве подозреваемого по-прежнему хозяин брошенного самостроя. Правоохранители уже сегодня заявляют, дети погибли по халатности взрослых. Именно по статье Уголовного кодекса «Служебная халатность» они завели очередное уголовное дело в отношении должностных лиц Могилевского горосполкома. Проверяют и тех, кто занимал ответственные посты в горосполкоме раньше. Следователи уверены, трагедию можно было предотвратить. Комитет государственного контроля Могилевской области еще в 2010 году провел проверку и вынес предписание о сносе незаконно построенных объектов по улице Заградное шоссе, дом 31. На основании проведенной проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского городского исполнительного комитета, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства, а также не произвели снос данных объектов. Кстати, в Бобруське обнаружен почти двойник Могилевского дома. Коттедж по улице Тельмана брошен 10 лет назад. Покосились стены, частично обрушились плиты. Здесь летом дети с ума сходят и вечно переживают, что что-нибудь себе не сделали. Я своего сына оттуда сколько раз внула. Много лет за детей, которые лазят по этой стройке, волновались только их родители. Теперь проблемой занялись и местные власти. Первое, что они сделали, нашли владельца объекта. Чтобы человек поставил забор в первую очередь, а потом вручим предписание, чтобы в течение года он возобновил, либо окончил строительство. Если это он не выполняет, то согласно земельного кодекса можно взять земельный участок. Белынический район, деревня Малый Кудин. Заброшенным и никому не нужным 15 лет здесь стоит здание детского сада. Либо пускай ремонтируют, либо пускай его убирают. От того, что дети бегают, здесь не все смотрят за ними. Родители на работе. Здание аварийное, если оно упадет. Этот объект много лет назад отдали на баланс местного хозяйства. И хозяева поначалу пытались его реанимировать, но денег не нашлось. Теперь, когда за каждый такой объект придется отвечать перед контролирующими органами, местные власти спешат исправить ситуацию. Мы ограничим доступ путем зашивки проемов и доступа в это здание. Ну а в дальнейшем, соответственно, будем какое-то принимать решение либо о его продаже, новый собственник его будет уже восстанавливать, либо, скорее всего, это будут вопросы сноса. Задумались о таких брошенных строениях и в других районах. Так в Чаусах возле здания бывшего сушильного завода на этой неделе появился забор. Но удастся ли местным властям также легко решить проблему с другими брошенными объектами? Да и сколько сегодня подобных зданий в области? Ни одна контролирующая служба не готова назвать число заброшек и недостроек. Комитет госконтроля настораживает то, что порядка 18 объектов новыми собственниками не используются. Они ветшают, разрушаются. И вместо того, чтобы приносить прибыль, они, в принципе, представляют угрозу для населения. И в любой момент могут обрушиться и крыши, и стены. Проверки, которые начались после гибели детей, должны выявить виновных в появлении брошенных и недостроенных зданий. Безопасность людей, и детей, и взрослых – вот главная задача.